Сегодня Югра отмечает День знаний. Новый учебный год начнется в очном формате. За парты сядут почти 240 тысяч югорских школьников. 27 тысяч из них первоклассники. Вузы и колледжи примут 45 тысяч студентов. Торжественные линейки пройдут в соответствии с постановлением губернатора на свежем воздухе или в форматах классных часов. К слову, 66% работников образования в округе сделали прививки от коронавируса. Об этом на заседании оперштаба рассказала губернатор Наталья Комарова. Родители смогут присутствовать на праздничных мероприятиях при соблюдении защитного протокола. Проведение термометрии утренних фильтров в начале учебного дня. За каждым классом закреплен отдельный кабинет, за исключением предметов, требующих разделения на группы или специального оборудования. Проводится дезинфекция, проветривание, соблюдение санитарных требований. В общеобразовательных организациях отменены массовые мероприятия. В торжественной линейке, в участии в торжественной линейке, допускаются родители обучающихся, которые в течение предшествующих шести месяцев болели коронавирусом, сделали прививку, либо представили отрицательный результат ПЦР или справку об эпид-окружении. В сентябре в силу вступают сразу несколько изменений в законодательстве России. Так автомобилисты смогут бесплатно и в упрощенном порядке оформить собственность гаражи, возведенные до конца 2004 года, а также землю под ними. В стране стартует гаражная амнистия. Достаточно подать одно заявление в МФЦ. Также водители смогут обжаловать штрафы из дорожных камер онлайн. Жалоба подается через единый портал госуслуг. Ответы из ГИБДД будут приходить в трехдневный срок и тоже через интернет. Всемирная паутина поможет и в доставке безрецептурных медикаментов. Несетевые аптеки смогут вести дистанционную торговлю лекарствами. Соцсети теперь обязаны называть цель сбора персональных данных, а студенты смогут получить несколько квалификаций одновременно. И, наконец, одно из самых долгожданных изменений – больничные по уходу за детьми до 8 лет теперь оплатят стопроцентно, вне зависимости от стажа. Главврач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил работу Югорской плавполиклиники. Накануне теплоход Николай Пирогов пришвартовался на несколько дней у берегов реки Лямина. К медикам в Веренице идут жители поселка. Денис Проценко осмотрел кабинеты и лаборатории в трюмах, побеседовал с врачами и с пациентами. По его словам, опыт Югры необходимо транслировать на всю Россию, поскольку именно в нашем регионе удалось выстроить грамотную логистику, чтобы качественную медицинскую помощь можно было оказать всем и даже тем, кто живет в отдаленных населенных пунктах. Напомню, плавполиклиника с начала мая и до конца октября успевает объехать 50 поселков Югры. За летнюю навигацию через больницу на воде проходит до 10 тысяч пациентов. Часть из них врачи отправляют на лечение в клиники крупных городов. Решение санавиации, плавучей поликлиники – это то, что не сегодня здесь появилось. И поделиться опытом с коллегами, транслировать этот опыт и обсудить такие, знаете, моменты, очень важные, но не видные в камеры. Вот то, что мы обсуждали, это работа, мотивация и привлечение судоклассных профессионалов. Это то, что, наверное, мы отсюда увезем. Смертельное ДТП произошло на трассе Сургут-Нижневартовск. Здесь водитель Лады Гранта сбил пешехода. По предварительной информации, мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте. При этом зебра находилась в зоне видимости. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Всего за сутки на дорогах Югры полицейские зарегистрировали шесть ДТП, в которых один человек погиб. Шесть получили травмы. Не обошлось без штрафов. Сотрудниками госавтоинспекции задержаны два пьяных водителя. Четверо отказались проходить медицинское освидетельствование. Еще один человек повторно сел за руль под градусом. Кроме того, 71 водитель выехал навстречу. 35 нарушили требования к перевозке детей. Нефтяники Мегиона придумали и успешно применяют технологию использования попутной воды. Проект созрел у сотрудников компании и его опробовали на одной из кустовых площадок Ватинского месторождения. Регулярно на всех объектах приходится перерабатывать сотни тысяч кубов воды. Ранее, прежде чем пройти утилизацию, она совершала большое путешествие. Теперь воду стали оставлять прямо на кустовой площадке и тут же закачивать в систему нагнетания или в поглощающие скважины. Для этого пришлось провести технические усовершенствования, которые себя окупили. Из 800 кубов, которые мы здесь добываем, порядка 400 кубов просто утилизируются. Прямо непосредственно на кустовой площадке. То есть каждый куб, переработка ее, подготовка, потом обратно закачка отходится на порядка 6 кВт в час, удельный расход на один куб. А здесь мы уходим от этих затрат. Посчитайте, какие объемы мы можем выиграть. Сейчас технологию используют на нескольких кустах, а в следующем году начнут масштабное тиражирование проекта. Кстати, в Мегионе к инновациям относятся внимательно. За каждое внесенное предложение на счет сотрудника поступает 500 рублей. Если инновация опробована и внедрена, он получает процент от дохода, который может составить до миллиона рублей. В одном из нягонских дворов работает тяжелая техника. В рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» здесь завершается первый этап благоустройства придомовой территории сразу трех многоквартирников. Дизайн проекта двора предложили сами жильцы, собрав достаточное количество подписей, и они отправили его на рассмотрение экспертной комиссии. Общая площадь ремонта более полутора тысяч квадратных метров. Сейчас рабочие равняют песочную подушку, чтобы на будущем асфальтобетонном покрытии не образовались трещины и ямы. Также им предстоит обустроить тротуары и парковку, расширить проезды для автомобилей. А вот детскую площадку здесь планируют установить в следующем году. Работы, которые здесь запланированы, согласовывались с собственниками. В результате проведения заочных голосований собственники предварительно обсудили, что они здесь хотят, и решение приняли уже путем голосования. Предусмотрено два перечня работ. Это основной перечень и дополнительный перечень работ. Дополнительный перечень работ обеспечивается в том числе финансово и собственниками этих домов. 10% они платят в рамках своей доли своего финансирования. На одной из улиц Советского ликвидируют свалку. Она портила внешний облик города в течение нескольких лет. Груда строительных отходов появилась при сносе старых домов. Здесь уже стоят новостройки, а горы мусора никуда не делись. Вопрос о его ликвидации местные жители озвучили во время онлайн-встречи с губернатором Югры. Наталья Комарова поручила администрации Советского привести территорию в порядок. На место прибыла тяжелая техника. Она соберет строительные отходы и вывезет их на полигон. Поручение по данному вопросу к нам в отдел городского хозяйства поступило еще весной. Пытались решить быстро, но и не своими, а силами застройщика или управляющей компанией. Но после выяснения причины того, что их вины здесь нет, пришлось все расходы брать на городской бюджет. Югорчане выиграли россыпь медалей на летней спартакиаде молодежи России. Пять золотых, пять серебряных и десять бронзовых. Наша сборная стала первой в общекомандном зачете во второй группе. Югорские атлеты и их наставники боролись за высшие награды три с половиной месяца. В соревнованиях приняли участие больше ста представителей региона. Югорские спортсмены отправятся на первые игры стран СНГ. Они пройдут с 4 по 11 сентября в Казани. На соревнования заявлены 1640 участников. Среди них представители России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана. Игры будут проводиться по 16 видам спорта. Всего атлеты разыграют 182 комплекта наград. Югорчане будут представлять страну в двух видах спорта – вольная борьба и самбо. Так в составе сборной команды по вольной борьбе выступит Олег Хадарцев. Еще один вортовчанин Николай Лукьянчук поборется за медали в самбо. Ольга Гиря выиграла сразу два крупных шахматных турнира в Санкт-Петербурге. Так она стала победительницей всероссийских соревнований по быстрым шахматам «Рапид», «Гран-при России» и «Петербургское лето». В турнире приняли участие около 300 гроссмейстеров из России, Эстонии, Беларуси, Турции, Украины и Узбекистана. Набрав 8 очков, Югорчанка стала лидером среди женщин. Двумя днями ранее в северной столице состоялся турнир по блицу «Мемориал Виктора Корчнова», в котором участие приняли 230 спортсменов. Югорский гроссмейстер также набрала 8 очков и выиграла состязание. Югорские футболисты продолжают подготовку к чемпионату мира. Сейчас национальная команда находится в Москве, где проходит учебно-тренировочный сбор. На него пригласили трех футболистов в «Газпром Югры» – Андрея Афанасьева, Данила Давыдова и Николая Шистерова. Экс-игрока югорской команды Ивана Чешкалу и сургутянина Артема Неязова, который защищает цвета московского КПРФ. Всего же к чемпионату готовится больше 20 спортсменов. Команда пробудет в столице еще неделю. Там и объявят окончательный состав, который поедет на Мундиаль. Напомню, что чемпионат мира пройдет в Литве. На групповой стадии турнира подопечные Сергея Скваровича сыграют со сборными Узбекистана, Гватемалы и Египта.